Здравствуйте, дорогие любители фиалок! Вас приветствует Татьяна на своем канале Татошины фиалки. Сегодня я представляю вам не цветущую фиалку, а еще одного своего любимчика. Растение, которое для себя открыла совсем недавно, но полюбила всей душой. Это стрептокарпус горячий шоколад. ДС горячий шоколад. Стрептокарпус растение очень интересное. И сейчас, пожалуй, стрептокарпуса второе рождение. Вторая волна популярности. Выводятся прекрасные новые сорта. Всех цветовых оттенков от белого до вот такого практически черного цвета. Махровые, простые цветы всех оттенков. Иногда в одном цветке сочетается несколько оттенков. Это растение, которое родиной происходит с Южной Африки. В субтропических и тропических широтах обитает на горных склонах Южной Африки. Соответственно, очень любит тропический, субтропический климат. А это тепло, это свет и это большая повышенная влажность. У этого растения в природе практически 130 сортов. Конечно, они не столь декоративны, как выведенные селекционерами. Но тоже весьма симпатичные и милые. Название стриптокарпус происходит от греческого скрученная коробочка. Это такой стручок, такая сухая коробочка, где находятся семена стриптокарпуса. Размеры этой коробочки зависят от количества семян, которые образуются после цветения. Стриптокарпусы очень тяжело переносят жару. Температура выше 24 градусов для них иногда бывает губительна. Они легче переносят понижение температуры до 14 градусов, чем жару. Потому что то место, где они, откуда они родом, там такой усиленной жары нет. Там тепло, но там влажно и не бывает изнуряющей жары. Стриптокарпус во многом похож в уходе, в условиях произрастания на фиалку. То есть я использую, например, такую же землю, как для фиалок. Стриптокарпус у меня, так же, как и фиалка, на фитильном поливе. Также любят хорошее освещение, чтобы не терять свои декоративности. Температуру стабильную, чтобы не было резких перепадов. И также любят влажность воздуха. Единственным, может быть не единственным, но одним из плюсов является то, что стриптокарпусы гораздо быстрее растут, чем фиалки. Более неприхотливы к пониженной температуре. И вообще все процессы и появление деток у них происходит быстрее. И не так они капризны, как фиалки. Горшки для стриптокарпуса, в принципе, как и для фиалок, нужны сначала маленькие, когда мы сажаем деток. Потом это горшки 8-10 см. И максимальным горшком для стриптокарпуса является горшок 14 см в диаметре. Больше они не нужны, потому что стриптокарпус не начинает своего цветения до тех пор, пока не обживет весь горшок, не оплетет его своими корешками. Поэтому, если сажать его в очень большие горшки, мы никогда не добьемся цветения, во-первых. А во-вторых, корешки, окончания корешков очень нежные. И они просто могут быть повреждены из-за большого объема, где будет застаиваться лишняя влага. Это как бы не очень хорошо для него. Стриптокарпус миру открыл в большом смысле слова английский ботаник Джейм Боул. Он обеспечил семенами этого растения Лондонский ботанический сад в начале 19 века. Вот как бы официальная дата такая появления стриптокарпуса уже в Европе. Стриптокарпусы, так же как и фиалки, имеют большое количество сортов. Все они отличаются тем, что это растение без... Вернее, все их объединяет то, что это растение практически без стебля. Это вот такая листовая розетка. Мы видим здесь вот такие тоненькие, красивые, изящные цветоносы. На них располагаются цветы, состоящие из пяти лепестков. И все они имеют форму колокольчика. Просто какие-то бывают махровые, какие-то бывают простыми. И обычно их на цветоносе бывает по два, где-то может быть по три. Вот видите, вот прям видно еще не раскрытые бутончики. Стриптокарпус может цвести, в принципе, круглый год, если обеспечить ему искусственное освещение зимой. Так он цветет с ранней весны до зимы. Если на стеллажах, на подоконниках есть дополнительное освещение, то стриптокарпус может цвести и зимой. Полив умеренный по мере высыхания, если это верхний полив. Ну, прекрасно чувствует себя на фитильном поливе. Берет ровно столько, сколько ему нужно воды. Удобрения такие же, как фиалки. Делится стриптокарпус делением листа, делением куста. Когда разрастается куст, тут уже видно несколько растений. Даже здесь вот видно, что это не одно растение, что их вот тут уже несколько, два, даже три вот в данном случае. Растение очень-очень быстро цветет. Вот конкретно этот сорт, который я вам сегодня представляю, это один из самых темных сортов по окраске ДС горячий шоколад. Коричнево-бордовый цвет. Вот такой вот, с белыми такими штрихами-разводами, таким напылением в центре. И тоненькой белой каёмочкой по краешку цветка. Вот они, пять лепестков. Конкретно у этого сорта такое впечатление, что это прям бархатные цветы. Очень красивые. Вот такие вот цветоносы. Цветы, несмотря на то, что они достаточно тяжёлые, их много, но цветоносы держат их хорошо. Вот так вот он у меня и живёт на фитильке. Растения цветут очень быстро. Вот я его приобретала, он был прям маленьким. Вот уже какие листья. Да, пока растение молодое, вот эти вот листья убирают наполовину, отрезают. А оставшуюся часть можно укоренять. Как это делать, я расскажу в одном из своих следующих видео. Вот чтобы оценить разнообразность окраски стрептокарпусов, покажу ещё один сорт. О нём я расскажу отдельно. Это тути-фрути. Вот видите, тут розово-сиренево-жёлтые цветы. Вот если сравнить. Стрептокарпусы, как и фиалки, бывают такой цветовой палитрой, что не описать словами. Всё очень-очень красиво. Вот такое вот растение. И очень часто люди, которые занимаются фиалками, разводят ещё и стрептокарпус, потому что в уходе основные принципы все соблюдаются и у фиалок, и у стрепсов. И световой режим, и влажность, и температура. Где-то всё очень схоже. Очень советую попробовать завести себя таких друзей, которые будут радовать вас вот таким количеством красивых, необычных цветов. Всем пока!